50 звонков от мошенников поступило бендерчанам за два дня. Сегодня звонки с международных длинных номеров блокировались интерднистеркомом. Сразу после звонка голосовое сообщение предупреждало о подозрительном номере. Дальше дело человека, поднимать трубку или нет. Многие сегодня прекращали разговор с мошенниками уже на стадии дозвона. Ни один пенсионер из Бендер за два дня на уловки не подался. Я подняла трубку и там было сообщение. Сейчас у вас будет соединение по зарубежным номерам или как-то так вот, за границей. Если вам покажется звонок этот подозрительный, позвоните по номеру 111. Я подняла трубку там просто вот после этого сообщения. Смех был дикий, я сразу положила. Вот и все. Вчера в милицию Бендер на звонки мошенников пожаловались 30 пенсионеров. Сегодня до трех дня в Бендерах на стационарные телефоны поступило 20 звонков. Звонили не только пенсионерам. Во всех случаях продолжить разговор после предупреждения люди не захотели. Мне, значит, зазвонил телефон на определителе Междугородка или Международный телефон. Я вижу, что я его не знаю, этот телефон. Но тут же с этим телефоном параллельно мне уже говорит представитель то ли телекома, то ли милиции. То есть уже перехвачен, уже бдят эту ситуацию. Уже сообщают, что вам звонит непонятный для вас телефон. Сообщите, пожалуйста, на горячую линию МВД. Я положила трубку, переписала этот телефон и позвонила туда. Милиция еще раз напоминает о бдительности и просит, если звонок покажется подозрительным, тут же звонить в дежурную часть МВД по номеру 102.